так давайте я сейчас запущу демонстрацию работать мы будем в демо базе значит смотрите давайте мы для начала разберемся с браком вопрос не такой простой как может показаться во всяком случае вот уже на третьем внедрении мне такая проблема попадается в основном это связано с переходом на erp дело в том что понятие брака понятие некачественной продукции в erp это не свойство запаса не аналитика запаса а аналитика номенклатуры то есть если у нас есть журнальный столик и у нас появится какой-то брак мы не можем там где-то поставить в документе галочку что это брак и дальше увидеть вот это вот бракованный сток на складе для того чтобы мы с вами могли увидеть брак мы должны с вами создать соответствующую номенклатурную позицию значит давайте мы с вами это сделаем я скопирую номенклатурную позицию журнальный столик вот и обращу ваше внимание что вот здесь есть такая аналитика номенклатуры качество новый я поставлю негодный вот и для того чтобы мы номенклатуру отличали я напишу здесь скобочках брак так и так и еще надо сделать одну вещь надо установить связь между вот этими двумя позициями указать что вот этого журнального столика есть вариант значит есть вариант по качеству есть товар другого качества создать так товар другого качества вот так вот такая связочка должна быть вот принципе таким образом и отображается брак в системе 1с и рп что не исключает что не исключает каких-то других приемов которые вы можете использовать для работы с браком значит вы можете например использовать характеристику значит у вас там журнальный столик например может быть красный желтый синий зеленый и бракованный можно так сделать можно вообще не создавать бракованную продукцию обособить это за счет создания отдельного склада вы создаете склад который называется изолятор брака и на этот склад вы вроде бы ту же самую номенклатуру отправляете но поскольку это вот такой отдельный склад который для брака предназначен вы знаете что это у вас продукция бракованная вот ну вот в таком аспекте значит по возникшему вопросу версии rp да давайте я вам покажу у нас используется здесь сейчас версии rp 2 5 6 8 1 2 5 6 8 так хорошо значит давайте мы теперь попробуем выпустить этот самый брак посмотрим каким образом программа может работать с браком вообще с браком как понятие не только с браком как номенклатура но прежде чем я это сделаю ну немножечко уйдем с вами в сторону и значит я хочу сказать буквально пару слов о основном основной жалобе которая возникает в том случае если вы используете вот такой вот подход значит обычная жалоба которая возникает в данном случае но получается что у нас будет разрастаться номенклатурный перечень нам не будет неудобно с ним работать он будет загроможден браком там его будет очень и очень много вот это правда действительно вот такой подход приводит к тому что номенклатурный перечень разрастается и номенклатурных позиций становится очень много них вы начинаете плавать ну это вот такая вот естественная плата. Но, да, кстати говоря, у вас же еще может быть определенное отличие по видам брака. Одно дело, там, если у вас журнальный столик там не докрашен, другое дело, если там какие-то серьезные дефекты, то еще какая-то градация такая должна быть. То есть количество номенклатуры в этом случае может вырасти кратно. Я обычно в этом случае советую использовать вот эту вот настройку. Сегмент. То есть вы можете создать и потом он может вообще обновляться автоматически или регламентированно. Сегмент, который автоматически отбирает только те позиции, которые не относятся к браку. И здесь вы указываете этот сегмент и, соответственно, у вас по умолчанию идет соответствующая фильтрация. То есть в принципе эта беда решается достаточно легко. Так. Исправимый, неисправимый? Ну, в принципе, да. И вообще говоря, вот если вы смотрели внимательно, я не акцентировал ваше внимание на это, но вообще здесь здесь что-то похожее есть, да. И вы можете, да, вот это вот ограниченно годен-негоден использовать. Но на самом деле все еще сложнее, как я и говорил, потому что и брак может быть разным, потом с этим браком надо по-разному работать и и так далее, и так далее. Вот. То есть действительно может быть кратное увеличение. Я еще раз повторяю, рекомендую бороться с этим с помощью сегмента. Вот. Сейчас я это показывать не буду, как бы это немножечко такой сторонний вопрос, но если у нас останется время в конце нашего нашего курса и нашей встречи, нашего вебинара, я такой вот мини-бонус-трек вам сделаю. Вот. Но я просто боюсь того, что я и так все время, да, выламываюсь из программы, вынужден там во вторую серию устраивать. Давайте попробуем все-таки основное пройти. Итак, значит, давайте посмотрим, как это все будет выглядеть в производстве. Вот. Я не знаю, кто из вас был на моей на моем предыдущем вебинаре, потому что сейчас я покажу что-то похожее, да, это такой смежный вопрос, связанный с количеством. Мы будем производить журнальный столик. Используется древесина десятая куба и лакмебельный десятая доля литра. Ну, все остальное как бы здесь уже настроено. Вот. И первый способ, с помощью которого мы можем с вами отражать брак в программе, это прям просится, да, указать процент брака. Вот я сейчас поставлю здесь 10% брака. Вот. Установлю статус действует и давайте попробуем. калькуляцию не указал. Значит, устанавливаю статус действует. Вот. И давайте мы с вами попробуем организовать производство. Значит, сделаем заказ на производство новые. Новые. Так, чего-то мы поставим здесь. Выпускаем журнальный столик. Количество одна штука. получатель. Ну, не важно. Сейчас нас окончательный выпуск даже не особо будет интересовать. Так, сделали. Передаем в производство и переходим в управление очередью заказов. Что у нас здесь получится? Ну, вот у нас этот новый заказ на производство. Давайте, чтобы глаза не мозолило. Я немножечко это фильтроном. Так, по статам немножко так вот сделаем. Вот, чтобы был виден только заказ на производство. Итак, формирую этапы. смотрю, что получилось. планируется в принципе, планируется выпуск одной единисти. для обеспечения так но здесь склад не проставился на это не суть важно сейчас нам для обеспечения нам требуется ну вот здесь сейчас секунду посмотрел почему-то она не хочет это 10 процентов попробуем еще раз несколько странно она себя сейчас повела давайте попробуем да нет вроде бы все верно так давайте попробуем так ну вот здесь у нас получается что значит программа ставит 01 01 но ничего не меняет судя по всего всего почему потому что программа но несколько недоумевает выпускать одну штуку вот и получить одну штуку бракованную с какой-то вероятностью как бы непонятно как это вообще должно работать давайте мы программу не будем загонять ступор а сделаем следующее я щас снова помечу на удаление этапа так вот отсюда и немножечко изменю заказ давайте мы выпустим не один а 10 штук формируем этапа формируем этапа посмотрим что у нас получается в этом случае ну вот смотрите здесь программа уже учла то что у нас появится лишние какие-то затраты да и она сделала соответствующую закладочку сделала соответствующую закладочку на то что на самом деле мы изготовим не 10 а 11 штук но одна у нас как бы сразу пойдет в брак так хорошо значит давайте мы с вами пойдем дальше и сделаем вот что значит обращая ваше внимание на то что вот в данном конкретном случае мы столкнулись с чем мы столкнулись с тем что брак да он учитывается мы с вами предполагаем что какой-то брак там у нас возник в процессе но брак у нас ушел как бы в никуда да мы его никак не зафиксировали он у нас на складе не появился давайте мы просто учли что у нас будут какие-то лишние расходы давайте мы все таки попробуем этот самый брак зафиксировать в ходе производства как это можно сделать так давайте посмотрим там вопрос какие-то не появились да ну в общем то я это и сделал ольга вы совершенно правы да значит программа просто недоумевала как при выпуске одной штуки появилась брак одна штука и что там должно быть вообще в итоге так ну хорошо давайте я вернусь в трансляции значит каким образом мы можем с вами учесть выпуск брака если во первых выпуск было брак у нас может быть плановым ну возможно для кого-то это и звучит как какой-то оксюмарон вот ну а зачем нам вообще планировать выпуск брака но к сожалению в некоторых отраслях той же самой электроники большое количество таких вот неудачных производимых экземпляров это норма никого это конечно не радует но ситуация выглядит именно таким образом давайте посмотрим ресурсную спецификацию значит что мы можем сделать здесь мы можем с вами вот этот вот брак выпустить двумя способами значит для того чтобы было понятнее давайте мы наверное я сделаю вот что я сейчас вот это скопирую и у нас будет еще брак 2 такой вот тоже негодно и попробуем вот таким образом мы можем запрограммировать выпуск вот этого самого брака мы во первых можем выпустить не вот так вот единицу мы можем выпустить так давайте разблокируем так значит мы брак вот этот уберем мы можем выпустить не единичку да и не 10 штук мы можем выпустить список то есть мы можем указать что у нас на 10 штук возникает так давайте вот так вот сделаем брак первого типа вот так вот одна штука и мы обязательно в этом случае указываем долю стоимости 10 давайте поставим к одному я напоминаю вам что доля которые мы указываем они в сумме ну и обязана быть ничему равны то есть это коэффициенты а не проценты проценты они у нас сами пересчитывать так значит это первый способ выпуска и второй способ выпуска на закладке побочный промежуточный выход мы можем с вами вот так вот указать тоже штуку ну несколько абсурдно конечно это выглядит в реальности вот так вот что один брак такой один брак такой значит у нас такого не получится так ну и естественно в этом случае мы должны соответствующим образом пересчитать нормативы и соответственно здесь будет 1 и 2 и тут тоже будет 1 и 2 то есть по факту то мы выпустим 12 штучек всего вот этого давайте я сейчас установлю действует сформирую этап производства и поясню вам в чем будет отличие между тем и тем браком так вопрос какие то возникает так олег совершенно верно вот именно это мы сейчас и делаем мы мы сейчас рассматриваем брак который входит в плановый процесс и в материальном виде потом появляется у нас на складе значит но появляться он может двумя способами это вот я сейчас и хочу показать переходим значит здесь у нас уже стоит 10 и давайте попробуем так так на всякий случай помечено удаление и сформирую этап производства перехожу к диспетчированию этапов так открываю этап ну здесь кое-какие аналитики не заполнятся да тут надо указать для лака откуда я его буду брать значит запрограммирован он у меня по норме все нормально и идет выпуск значит обратите внимание значит у нас выпускается все и когда потом я буду делать передачу вот этих вот номенклатурных позиций на склад я должен буду сделать передачу выпущенной продукции для всех вот этих трех позиций обращаю ваше внимание что хотя вот тут вот стоит везде основной склад это вовсе не обязательно мы можем сделать три передачи и соответственно у нас будут три документа но все вот это все вот это из НЗП надо будет явно в виде передать на склад с определенной себестоимостью вот как раз себестоимость это и есть тот самый нюанс который я хочу вам объяснить значит каким образом программа будет считать себестоимость в том что касается вот этих вот двух позиций которые находятся в табличной части изделия по рассчитываемой стоимости значит для них себестоимость и этой позиции нормальной и этой позиции бракованной значит эта себестоимость будет рассчитана стандартным способом то есть программа возьмет материальные затраты возьмет прямые материальные затраты возьмет трудозатраты которые значит связаны именно с этим производством по выработке возьмет постатейные затраты которые мы ввели распределили на данный этап производства Вот это все программа суммирует, разделит и получит себестоимость вот этой вот одной позиции, которую вы и увидите в соответствующем отчете. Что произойдет вот с этим? А вот с этим будет все по-другому. Значит, как вы видите, как вы видите, здесь у нас табличная часть побочный и промежуточный выход по фиксированной стоимости. Вот насчет побочного и промежуточного, значит, вот это вот можете пропустить. На самом деле, любой выпуск может быть по фиксированной стоимости. Не надо думать, что вы там по фиксированной стоимости выпускаете только там какие-то отходы или брак. Вы и основную продукцию можете тоже выпускать таким образом. Тут ограничение только одно. Обязательно должна быть какая-то основная деталь, на которой будут списываться вот эти вот расчеты. Так, значит, что все-таки будет вот с этой номенклатурой? Ее цену вы должны будете указать ручками. То есть цена будет зафиксирована в документе. И именно по этой цене, указанной вот здесь, и будет определена себестоимость данной позиции номенклатурной, себестоимость этого брака. Именно по этой себестоимости он и уйдет на склад. И, естественно, вот то, что по этой себестоимости уйдет на склад, это будет включено в себестоимость вот этих двух позиций, но, понятное дело, со знаком минус. То есть мы из общей массы, которая формирует себестоимость вот этих вот двух позиций, мы вычтем то, что будет написано вот здесь, то, что будет написано вот здесь. Побочный промежуточный выход по фиксированной стоимости снижает себестоимость готовой продукции по рассчитываемой стоимости. Так, это понятно? Вот эти вот два варианта. Значит, что касается плановой. Ну, вот это вот как раз следующий момент. Потому что мы вполне можем задать себе вопрос, а зачем нам это ручками забивать? Можно ли это автоматизировать? Да, конечно, это можно автоматизировать. И, в принципе, это цена. Это та цена, которая указана на закладке дополнительно в графе вид цены. Можем ее здесь сами указать при желании. Понятно, что там с аналитикой должна совпадать. Вот. А по умолчанию сюда какая цена устанавливается? Та цена, которая указана в базовых настройках. Давайте посмотрим. Вот. Смотрите, здесь стоит плановая цена продукции и отходов. Здесь указана плановая цена. Именно она и будет использоваться. Ну, а задать эту плановую цену можно стандартным способом. У нас есть в CRM-маркетинг справочник вида цен. То есть, ну, по своим правам это точно такая же цена, как, скажем, цена продажная. Да, она тоже делается здесь. Единственное, чего. Вот у плановой цены обязательно должна стоять вот эта галочка. Указывающая на то, что эта цена используется при выпуске продукции. Тогда ее можно будет использовать и в настройках, и в соответствующих документах производства. Ну, а устанавливать ее с помощью стандартной обработки цены прайс-листа. Так. Вопросы, вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Так, хорошо. Значит, что у нас дальше? Дальше у нас вопрос следующий. Что у нас произойдет в том случае, если у нас будет брак, которого мы не ждали, который мы не планировали? Давайте тогда я сейчас опять-таки скорректирую. Секундочку, давайте проверим. Значит, что у нас там в кладовой есть, потому что теперь нам надо будет дальше немножечко пройти. Так, потрясающе. Наверное, не закупал. Так, супер. Так, ну ладно. Значит, тогда для того, чтобы мы могли все-таки это довести до конца, давайте я быстренько сейчас сделаю так, чтобы у нас были материалы. есть у нас тут ограничения? Нет, ограничения нету. Так, давайте я быстренько создам закупку. Это неважно у кого. Так, это я уберу. Организация Орион. Склад. Не совсем это правильно, конечно, но сейчас не будем придираться. Я сразу же закуплю на кладовую цеха 99. Добавляем дровесину. И там у нас был еще лак мебельный, да? Так. Количество. Так, 100 литров. И цена. Ну, цена может быть не знаю. Любой. Платить я все равно не буду. Так. Все сделали. Так. Ну, хорошо. Так, значит, и теперь давайте я модифицирую ресурсную спецификацию. Значит, я уберу из нее все лишнее. брак. Брак у нас вот так вот явно выпускаться не будет. Материалы. единичка. 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 Так, соответственно, можем так вот поставить. Номенклатура. Вот. Ну, все. Норма брака ноль. В принципе, вот такая чистенькая спецификация у нас будет. Значит, записать и закрыть. И давайте мы с вами пойдем в управление очередью. Так. Сотрем то, что уже было. Старые этапы. Так. Берем. Все нормально. Значит, и сформируем этапы. Смотрим этап производства. Ну, он требует уточнения. Уточнение понятно какое. Давайте укажем, что это кладовая. Вот. Все. В общем-то, здесь другое. Ничего менять не надо. Значит, можем, я думаю, поставить к выполнению. Так. Можем поставить к выполнению. И давайте посмотрим, что мы дальше с вами здесь можем сотворить. Ну, во-первых, у нас может так получиться, что по факту мы выпустили не 10, а, например, 8. И если это носит какое-то стороннее воздействие, ну, то есть изначально было понятно, что мы почему-то вот вынесли такую корректировку в производство. Да, все, что нам надо сделать, нам надо откорректировать вот это вот количество. Вот. Повести. И, в принципе, дальше все пойдет по накатанной. Здесь никаких других вариантов у нас, в общем-то, не будет. То есть, ну, все. Больше ничего делать не надо. Единственное, что потом, конечно, для того, чтобы заказ, который мы с вами сделали, он, чтобы он был бы полный, нам придется сделать еще один этап. Ну, ладно. Предположим, что... Давайте я верну это назад. Ну, этап, который выпустят оставшиеся. Значит, предположим, что у нас все-таки получилось по-другому. Предположим, что у нас выпустилось журнальный столик 8 штук и журнальный столик брак. Но прежде, чем это делать, давайте мы с вами все-таки будем соблюдать последовательность. И если у нас произошел выпуск брака, это явно уже не статус к выполнению. То есть, у нас должен быть статус начат. Давайте я... Так. Значит, у нас будет вот так вот. Предположим, сначала у нас ничего не меняется. У нас будет статус начат. Значит, указываем дату производства. Предположим, это сегодня. Посмотрим, что еще программе не понравится. Все понравилось, все хорошо. Итак, у нас этап уже в работе. То есть, идем с вами по логике, которая происходит. Алексей, ну, да, естественно, я отвечу на ваш вопрос. Так. А, Алексей Нититин. Михаил, да, в записи будет все. Так. Значит, Ольга, этап не завершен. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Значит, что у нас происходит дальше? Мы вот этот вот этап запустили в работу. Теперь мы меняем к обеспечению на отгрузить. так. Так. давайте передадим материалов производства. Усложним ситуацию. Нет товаров, достатных для отгрузки. А вот это вот уже что-то новенькое. у нас и то, и другое должно быть на складе. я не понимаю. А, ну, здесь передача материала в производство уже не требуется. Да, забыл совсем. кладовая цеха, она автоматом вот эти вот количество забирает. Значит, в принципе, по завершению мы должны это с вами увидеть. Значит, что у нас происходит дальше? Предположим, у нас выпустился брак. Давайте добавим в журнальный столик брак. Одну штуку. Ну, и на самом деле 9. Так, укажем дату производства. Поставим произведено. Не указали долю стоимости. Да, резонное замечание. Давайте укажем. ну, тут все достаточно просто. 9. Ну, собственно говоря, вот. В принципе, все, что нужно сделать. Значит, теперь мы можем передать выпущенную продукцию. передается в явном виде и то, и другое. Ну, и в принципе все. Значит, как вы видите, тут никаких загвоздок нету, и программа совершенно спокойно даст нам возможность запустить в производство 10 штук, потом указать, что выпустили на самом деле 9 штук и брак. Значит, единственное предупреждение, если вы будете сами это делать, будете сами проверять. Будьте, пожалуйста, очень осторожны. Дело в том, что программа при смене статуса решает сразу же несколько задач, изменяет сразу же несколько настроек, несколько полей заполняет, и если вы сделаете завершен, потом начнете править, вполне возможно, что у вас начнутся определенные конфликты. То есть, вот здесь при отражении надо очень четко следовать той логике, которая программа закладывается. Так, а теперь давайте я вернусь в управление очередью заказов и смотрите, вот так, значит, тут вот как раз вопрос Алексея, вопрос Алексея, значит, что будет, если брак в середине процесса? В общем-то, везде будет одно и то же. Смотрите, мы с вами произвели 9, и что нам программа говорит? Надо сформировать этапы. Программа нам напоминает, что этап-то мы закрыли, но задачу, которая поставлена в заказе, мы не выполнили. Поэтому мы заново запускаем вот это формирование и получаем еще один этап. На выпуск еще 10 штук, для того, чтобы закрыть одну недостающую, но здесь работают ограничения по партиям. Вот. В принципе, если подобная ситуация возникает на каких-то промежуточных этапах, все то же самое. Надо будет запускать формирование дополнительных этапов. В общем-то, никаких других вариантов не было. брак же должен учитываться на 28 счете. Значит, смотрите, мы с вами в рамках вебинара не выходим за рамки оперативного учета. То есть, на каких счетах это надо учитывать, это другой вопрос. То есть, это, в принципе, настраиваем. Система ERP, она достаточно гибко подходит к вопросу формирования бухгалтерского учета и указания счетов. Но сейчас, да, в принципе, если я не настрою исключения, получится, что десятка. Все верно. как вариант, вы можете задать какие-то исключения в учете. Ну, вот сейчас мне бы не хотелось вот эти вот вопросы, в эти вопросы уходить. Значит, по поводу 28 счета, возможно, нету из-за количественного учета, да, вполне возможно. Но это на самом деле значит вот конкретный, конкретная вот эта вот проблема, вы не поверите, вчера на эту тему общался как раз с клиентом. Вот, ровно вот по поводу данной проблемы. И мы подошли к ситуации следующим образом. Мы списали, списали значит в изолятор брака, да, то есть на склад. После этого на вот этом складе изолятор брака произошла оценка товара. И соответственно появился там, грубо говоря, из детали появился металлолом, а разница ценовая, да, между металлоломом и вот этого произведенного изделия, она пошла на 28 счет на статью списания. Ну, Татьяна, я в принципе вам уже это описал, да, то есть здесь вам надо, да, как бы на этот вопрос я не рассчитывал, конечно, но значит здесь я во-первых хочу вас предупредить о следующем. Если у вас станет вопрос о разборке, кстати, вот если кто-то готовится к экзамену специалист по 1СРП производству, учет производства, имейте ввиду, там эта ловушка появляется. Значит, смотрите, если вы произвели какой-то брак и хотите его разобрать, и хотите его разобрать, если у вас этот брак находится на кладовой, не используйте вот этот вот документ сборка-разборка товаров. Хотя, ну, как бы хочется, да, как бы это самая разумная, да, разборка на комплектующие, значит, если у вас кладовая, этого делать нельзя, то есть, там возникнут сложности в этом случае. Если у вас кладовая, вам надо вот эту вот ситуацию делать с помощью оформления производства без заказа. самый простой вариант, если это разовая такая ситуация. Если эта ситуация носит там плановый характер, вы знаете, что это тип брака, вы развинчиваете вот на такие-то, такие-то кусочки, вы можете ресурсную спецификацию создать. Кстати, напоминаю вам, что ресурсная спецификация, она может быть типа разборка-утилизация, то есть, вот таким путем можно сделать. Но, если это вот по факту у вас происходит, где-то так, сейчас так, немножко туда полез. Так, вот, значит, вы создаете производство без заказа, в материалах вы указываете вот эту самую бракованную продукцию, а продукция у вас те детали, которые вы получите. И какие-то детали вы можете сразу же списать, на расход. То есть, получателем у нас может быть не только склад, но и определенная статья расходов. Ну, вот как бы так. значит, ну, и у нас в принципе время уже к концу подходит. Значит, еще на один момент я обращу ваше внимание. Значит, бывают ситуации, когда отсутствие выпуска, бывают ситуации, когда отсутствие выпуска, понимание, что выпущено не все. Так, сейчас, секунду, давайте я найду. И у нас тут должен завершенный этап. Так. Вот. Когда мы запустили выпуск продукции, выпустили не все, вместо 10 мы выпустили 8, но мы уже передали в производство материалы на 8 штук. Что мы еще должны сделать в этом случае? Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас вот здесь на закладке расход тоже есть две табличные части. Израсходовано и не израсходовано. Значит, вы можете указать здесь на табличные части не израсходованы. Те материалы, которые вы не использовали. Кстати говоря, это можно автоматически сделать, то есть вы здесь пишете фактически расход, а остаточек сюда уходит. И потом, соответственно, оформить возврат материалов из производства. Ну, вот такой еще здесь есть. Так, ну, если вопросов пожеланий нету, спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры